Всем привет, с вами Димир, это канал It's Bro, добро пожаловать в Пэт Симулятор 99, и вы не поверите, сегодня ровно год с появления этого режима, именно 1 декабря 2023 года у нас появился Пэт Симулятор 99, который до сих пор живет и в котором практически каждую неделю выходит обновление. Ну и этот ролик, конечно, посвящен обновлению, которое мы с вами встречали на стримчике, огромное спасибо за актив, действительно было много людей, много лайков, хорошая поддержка, ребята, всем огромное спасибо. Ну и, конечно, в начале ролика я разыгрываю 10 хьюж питомцев, если вы под этим роликом к концу дня набираете 777 лайков. Просто поддержите видео, оставьте комментарий и в комментариях не забывайте указывать ваш логин. Ну а если вы не хотите участвовать в розыгрыше или вам нужно больше крутых питомцев, специально для вас есть сайт Beepro. Beepro это маркетплейс для продажи предметов из таких популярных плейсов, как Пэт Симулятор 99, Бисуарм Симулятор и, конечно же, Пэтс Гоу. На сайте огромный выбор товаров и удобный пояс, который поможет тебе быстро найти то, что нужно. Если чего-то нет в наличии, жми «Уведомить о поступлении» и получишь уведомление, когда товар появится на сайте. Очень удобная функция. Ну а если ты хочешь заработать денег, то в несколько кликов ты можешь стать продавцом, а заработанные деньги потратить на товар или вывести их на карту. Все сделки на сайте проходят безопасно. Вы получите товар или сайт вернет вам деньги. А также не забывайте залетать в Телегу Beepro. Там много конкурсов и новостей из мира игр. Так получилось, что годовщина появления Пэт Симулятора 99 совпала с очередным обновлением. Поэтому у нас два события сегодня будет. Это продолжение у нас осеннего ивента с новым Титаником, с крафтом нового Титаника. И, ребята, бесплатный подарок, который каждый из вас на спауне, например, может взять. В первом мире, во втором и третьем. Вот такой бесплатный гифт, из которого можно что-то интересненько выбить. И плюс самое интересное, когда вы забираете этот гифт, будет прикольная анимация. Сейчас вам с музыкой все это дело покажу. Если что, громкость немножко подрегулирую. Заходим сюда. Появляется сообщение. Хотите ли посмотреть кат-сцену? Конечно же, хотим. Там вроде что-то должно быть грандиозное. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Перед глазами пролетели все обновления. И очень надеюсь, что эта музыка без авторских прав. Иначе мне придется ее на что-то другое поменять. Ну и в конце нам дают вот такой подарок, из которого можно выбить тех ющ питомцев, а также титанического питомца. В общем, 12 разных предметов из каждого из таких гифтов. А и прямо сейчас стоимость практически 5 миллионов гемов. И любой человек, даже самый нубик, может зайти с нового аккаунта, а прокачаться до 10 локи для того, чтобы вот эту зону разблокировать. И, соответственно, посмотреть кат-сцену и забрать такой гифт. Со всех своих твинков, со всех своих аккаунтов вы можете это легко сделать. И заработать на этом, ребята, действительно много миллионов гемасиков. Давайте так, у меня есть несколько гифтов. Я с твинков своих забрал, а плюс мне ребята закидывали. Давайте откроем прямо сейчас 8 штук. Посмотрим, что интересное может быть попадется. Представляете, сейчас хьюж питомца или титаника. Многие писали во время стримчика, что им хьюж питомцы отсюда падали. Да, у меня удачи, конечно, не так много, как у вас. Поэтому падает всякая какашка. Но, в любом случае, я надеюсь, вам хотя бы здесь повезет, попадется что-то действительно крутое и интересное. Ладно, ребята, здесь больше ничего интересного для нас нет. Единственное, только в магазинчике новое эксклюзивное яйцо. Причем, а теперь вместо одного яйца за эту цену дается сразу две штуки. То есть, скидочка 50% получается. А плюс новый форевер пак, из которого можно хьюж питомца получить. Питомца, который нужен для крафта титаника. Опять эта тема такая донатерская. Новый гифт, из которого падают перышки, которые нужны для прокачки апгрейдов. Новый титаник, абсолютно новый. Ну и плюс хьюж питомец и плюс ультра мастери хп поушен. И, кстати, в этом обновлении появилась новая тема. Если у вас все уровни мастера на 99 уровень, вам дается специальный плащ, который на 10% увеличивает вроде как добычу гемов. Поэтому это действительно важная тема. Ну а дальше мы с вами отправляемся в отом ивент, потому что там у нас появился новый крафт, нового титанического питомца. Над головой у меня комбинация 0. Соответственно, комбинации все сброшены. И давайте тогда по порядку посмотрим, что у нас за локации появились. Последняя лок у нас была вот здесь. И, кстати, разработчики отсюда забыли убрать хьюж питомца. Поэтому в теории можно попытаться его отсюда выбить. Так, следующие локации у нас появились вот в таком типе. А, ребята, здесь у нас появилась зона, смотрите, турки хант арена. То есть эта локация нужна для того, чтобы фармить здесь сундучки. Вот эти сундуки мы разбиваем. Каждые 15 минут эта локация появляется. Точнее, сундуки в этой локации. Они постоянно убегают. И ваши питомцы должны их разбивать. И из этих сундуков опадают, ребята, самые главные гифты, которые нужны нам для прокачки. Сейчас, пока мои питомцы убивают их, вот такие гифтики падают, которые прямо сейчас практически по миллиону стоят. И в данный момент они многим будут нужны. Поэтому вы на это можете реально много заработать. Вот я за несколько часов уже заработал 225 гифтов на 210 миллионов гемов. Ну вот реально прошло всего лишь несколько часов. И так много гифтов. Но это из-за того, что у меня есть геймпасик на супер дропс. Если у вас этого геймпаса нет, возможно, вам будет падать меньше предмета. Ладно, давайте. Нам дается буквально несколько минут, пока эти сундуки здесь. Через 15 минут у нас заново локация здесь обновится. Соответственно, сундуки будут новые. Поэтому мне за это время нужно успеть все эти сундуки вынести. Вот видите, кроме сундуков здесь падает большое количество разных предметов. Давайте буквально через несколько минут возвращаясь, когда этих сундуков уже не будет. Ну и все. Поздно я в локацию пришел. Вроде как 5 минут всего лишь дается. Сундучки у меня пропали. Но зато осталось несколько гифтов, которые мы сейчас с вами откроем. Дальше. Апгрейдики. Помните, раньше у нас были апгрейды, которые я полностью прокачал. И сейчас в этом обновлении апгрейды полностью обнулили. Нужно все начинать с самого начала. И сменилась валюта. Вместо кленовых листочков у нас здесь перышки, которые из этих гифтов падают. В локациях тоже они падают, но в меньшем количестве. Соответственно, заново прокачиваем удачу. Бета-вариант, чтобы там золотые радужные питомцы падали. Пэт-севинг, чтобы меньшее количество питомцев нужно для крафта. Ну и плюс появился параметр больше дамага для вот этих турки-честов, которые мы сейчас с вами видели. Ну и, соответственно, последняя локация. И уже на данный момент одного титанического питомца из двух тысяч не хватает. Прошло три часа, ребята. Примерно три часа прошло для того, чтобы первый человек смог скрафтить здесь титанического питомца. Это очень жестко. А, соответственно, теперь нам нужно фармить питомцев из этого яйца. Здесь появился новый хьюж питомец. Активные новые три хьюж питомца плюс три активных хьюж питомца пропали из игры. Чуть позже мы зайдем на сайт разработчиков, все дело посмотрим. Ну и, соответственно, вот эти два последних обычных питомца нам будут нужны для того, чтобы их комбинировать. И комбинации немножечко усложнились. Смотрите. Теперь из 20 питомцев, но, опять же, если вы прокачаете количество пэтсевинг, то здесь будет не 20, а 10 питомцев, как это было и на прошлой неделе. Соответственно, 10 питомцев здесь будем использовать, потом 10 питомцев здесь. Но хьюж питомцев вот таких вот для крафта нужно будет уже 10 штук. А на прошлой неделе нужно было 5. При максимальной прокачке, соответственно, в два раза больше хьюж питомцев. А дальше то же самое. 5 питомцев вот таких вот для крафта. Ну и 5 питомцев вот таких вот хьюж о том чест мимик. А для того, чтобы скрафтить вот этого Титаника 1 на данный момент. Вот этих хугов всего лишь 8 в игре. Вот этих хугов 446. Здесь питомцев уже практически 7 тысяч. Нифига себе. Но я пока что, ребята, их особо-то не крафтил. Фармлю питомцев, потихонечку записываю ролик. И, надеюсь, успею через несколько дней хотя бы одного Титаника в этом ивенте зацепить. Мне кажется, это будет даже вдвойне сложнее, чем раньше. Ладно, давайте прямо сейчас я отправлюсь на сайт разработчиков. Посмотрю, что еще появилось в этом обновлении. А после этого продолжим. Итак, обновление называется «Подарок на годовщину». Про подарок я все вам вроде как рассказал. Все вы увидели. Про комбинацию питомцев, наверное, еще раз нечего рассказывать. Сейчас показал. Ну и плюс на прошлой неделе примерно то же самое было. Два Титаника. Один за крафт, второй за гифты. Собственно, все это вам показал. Выглядит все прикольненько. И огромное количество хьюж питомцев. Смотрите, сколько их появилось прямо сейчас в игре. И там дальше чуть-чуть на сайте разработчики напишут, где все эти хьюж питомцы у нас обитают. А плюс у нас появились некоторые локации в осенней зоне. Новые яйца. Это мы все с вами видели. Новые питомцы оттуда. И плюс охота за сундуком. Каждые 15 минут. То есть 0-0 часов, 0-15, 0-30, 0-45. И, соответственно, следующий час. То есть вот так вот все дело распределено. А бегают по локации. И, соответственно, их нужно зафармить. Есть подарок из индейки. В них перья как раз, которые мы сейчас будем открывать. Вот эти подарочки все откроем. Для того, чтобы оттам апгрейда прокачать. А, таблица лидеров. Конечно же, по количеству крафта питомцев у нас то же самое будет. В прошлый раз я занял топ-250 попал. Сейчас не знаю, получится это сделать или нет. Но в любом случае, ребята, с шести аккаунтов по-прежнему я буду на протяжении всей недели стоять. Ну и попытаюсь максимальное количество хьюж питомцев выбить. Опять же, Титаника. А ролик год в перемотке назад. Ну это действительно было круто. Там разработчики собрали все обновления крупные, которые были в течение этого года. Подарок на годовщину мы с вами посмотрели. Ну и плюс окончания игры. У нас появилась новая машина для эволюции питомцев. Некоторых питомцев не всех можно отправить в эту машину. И эволюционный питомец будет в полтора раза больше бриллиантов давать. Для дневного ухода. И все? А сил он не будет давать? Возьмите пять огромных питомцев, объедините их в усовершенственную версию. В основном они очень круто выглядят. Но также дарят полтора икса эксклюзивных бриллиантов для дневного ухода. Они даже силу не дают больше. А вообще какой в этом смысл? Огромный эволюционный слон. Кенгуру и Бизон. И собственно именно эти хьюж питомцы из игры удалены. То есть нельзя хьюж слона, хьюж кенгуру и хьюж бизона больше выбить из активных питомцев. Только те, которые уже были выбиты до этого. А плюс накидка мастера плюс 10% к заработку гемов. А ну соответственно если вы ее экипните, то у вас будет плюс 10%. Но если разработчики добавят новый мастери, то соответственно эта накидка у вас пропадет. Вам нужно полностью прокачивать еще раз этот 99 уровень. Ну и плюс как выглядят как раз эво хьюж питомцы новые. Они поменяли свой цвет, расцветку. Ну выглядит достаточно интересно, прикольненько. А появились три новых активных хьюж питомца. Огромный медоед, огромный бобр и огромная лама. Ну и соответственно три других хьюж питомца навсегда удалены. Дальше поменяли хьюж питомцев в мини-играх, в рыбалке и в майнинге, в раскопках. То есть теперь там новые хьюж питомцы. А также поменяли хьюж питомцев во всех сундуках, которые можно за ключики открывать. В хрустальном сундуке, в техно-сундуке, а в сундуке пустоты, в хакерском сундуке. Короче ребята, новые хьюж питомцы у нас там. Ну и соответственно сейчас они достаточно ценны. А ну и плюс хьюж питомца, которые можно получить при комбинации. Вот так вот они прикольненько выглядят. А новые эксклюзивные яйца я вам рассказал. Двойная распродажа яиц получилась тут. Титаник, хьюж питомцы. Появилась новая книжечка на двойные коины. Но ребята, сразу скажу. В принципе в этом ивенте и без этой книжечки нормально открываются и обычные, и заряженные яйца. Да, не золотые. Но хотя бы заряженные яйца вы спокойненько открывать. Ну по крайней мере вот у меня так получается. А ну и плюс хьюж питомцы в наборе с индейкой. Вот так вот Титаник выглядит. Хьюж питомцы. Ну и собственно торговые лавки и прочее. А также уменьшено существующее количество хьюж питомцев, которые были удалены с помощью комбинаций. То есть Аскари, Кроудог. А там их было больше 1 миллиона в игре. Миллион двести примерно. А сейчас на данную секунду где-то 700 с небольшим. Ну и соответственно эти 500 тысяч питомцев были удалены, потому что их скомбинировали. Ну а дальше предлагаю отправиться с вами к эволюционной машине, посмотреть как это работает. И давайте одного питомца вместе с вами скомбинируем, посмотрим что это за питомчик такой. Но для этого нам нужно отправиться в Войд Мир, потому что машина находится именно там. Как раз около почты она теперь расположена. Заходим и здесь можно эволюционировать хьюж питомцев, которые раньше были в Pet Simulator X в эволюции. Соответственно капкейки, хеллройки, тут золотые радужные версии, пофигу. Ну и здесь добавили у нас теперь хьюж кенгуру. А бизона добавили. А добавили слона. Но слоников у меня нет, а бизончики есть. Поэтому давайте из пяти питомцев скомбинируем одного. И шанс кстати есть, что двухпроцентный, что будет шайня или радужный питомец при комбинации. 1430 питомцев на данный момент. Давайте я скомбинирую, в принципе пофигу, ничего страшного. Мне интересно как это будет выглядеть. Ага, появляется яйцо. И соответственно если мы его накликаем, то может быть с каким-то шансом реально радужный питомец будет. А нет, к сожалению, хьюж и вольф-то бизон получился у нас. Ну окей, давайте хотя бы посмотрим как он выглядит. Так, бизончик в отличие от обычной версии. Так, бизон есть и бизон обычный. Ну вот так вот разница, в принципе только в расцветке и все. Никаких дополнительных умений здесь. А, смотрите-ка, прикольная тема. То есть когда вы делаете эво питомца, ему присваивается номер. Ну и плюс аккаунт, который этого питомца сделал. Нифига себе. Ну вот так вот, ребята, у меня теперь личный питомец единственный в мире. Миллиардов за 10 гемов готов его продать. Ладно, у меня еще есть гифты, которые нужно с вами сейчас подкрывать. И плюс там сообщение появилось, что опять эти сундучки появились. Надо их быстренько еще поразбивать. А соответственно заработаю еще немножко гифтов и после этого все открою. Вот эти маленькие сундучки. Но, блин, они очень жесткие на самом деле на 25 миллиардов. И для того, чтобы их быстрее фармить, конечно, нужно делать апгрейды. Вот, не знаю, может быть сделаю. Но первое время самое главное мне апгрейды сделать на комбинацию питомцев. А чтобы была возможность комбинировать как можно меньше пэтов. Точнее меньше питомцев использовать для комбинации того или иного пэта. И да, кстати, я забыл сказать лайфхак. В этой локации можно поставить, например, флажок. И, соответственно, он будет в центре. Ваши питомцы, например, будут радужными. И, соответственно, скорее всего, они будут сильнее. Ну, по крайней мере, должно быть так. Как это на практике работает, пока что неизвестно. Можно, например, шайний флажок поставить. Можно магнитный флажок поставить. Чтобы предметы к вам автоматически примагничивались. Потому что это не происходит. Только с книжкой на супермагнит, например. Всё, добил. Больше вроде как нет сундуков. Ну и, собственно, давайте после этого откроем все гифты, которые мне достались. Так, питомцев давайте уберём. Ну и смотрим, сколько гифтов у меня сейчас в этом ролике. 273 штуки на 250 миллионов гемов. Очень надеюсь, много пёрышек мне дадут. У меня прямо сейчас на данный момент их 208 штук всего. Ладно, погнали. Здесь есть возможность хьющий питомцев залутать. A few moments later. Несколько торговых лавок попалось. Это я прекрасно видел. По поводу хьющий питомца ничего сказать не могу. Какие-то теперь задержки при сундуках и в прошлом обновлении. А с прошлыми гифтами тоже такая проблема. Нельзя быстренько кликером их подкрывать. И, если честно, я даже не знаю название хьющий питомца. Но, скорее всего, он мне не попался. Но зато точно известно, что попались пёрышки, которые прямо сейчас нужно использовать для того, чтобы прокачать апгрейд. Это их тысяча штук прямо сейчас. Поэтому давайте КП сейвинг для начала попробуем. А, блин, их нужно очень много. Капец. Это очень затратно. Я помню, в прошлый раз открывал примерно 3000 гифтов для того, чтобы все апгрейдики прокачать. А здесь их нужно будет, походу, ещё больше. Но, в любом случае, самое главное, ещё 2, по-моему, или 3 апгрейда вот здесь купить. За 750, за 1000 с чем-то и за 2000 пёрышек. Ну и плюс, скорее всего, нужно будет их покупать в трейдинг-плазе. Хотя это влетит, конечно, мне реально в копеечку. В общем, друзья, вот такой ролик у меня получился. Надеюсь, всё вам рассказал про этот апдейт. Дальше прокачивайтесь, продавайте питомцев, которые нужны для крафта. На этом вы реально много заработаете. Плюс продавайте гифты, которые, собственно, вы лутаете, как видите, по одному миллиону гемов. А каждый такой сундук, точнее, гифт. И вы понимаете, что эти гифты сейчас всем абсолютно точно нужны. Поэтому у вас и по миллиону, и по миллиону с лишним, скорее всего, скупят. А тем более, если у вас прямо за раз очень много их продаётся. В общем, друзья, на этом всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, участвуйте в розыгрыше под этим роликом. Плюс я забыл вам рассказать про мой телеграм, чудесный. Обязательно заходите туда, там масса интересной информации. Ну и плюс, если будет что-то комбинировать, скорее всего, раньше всего вы узнаете информацию именно там. Желаю всем удачи, хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...